Привет, народ! Реалити-шоу, хотите? Как выжить в Польше за гроши? Один злотый у меня есть. Как видите, я уже не в селе, в другом городе. Угадайте, в каком. Поехали! Есть один вопрос, который задают себе неформалы разного рода, романтики, чудики, бомжи, путешественники. Вопрос такой. Как выжить в современном обществе без денег? Как вы считаете? У меня есть один ответ на этот вопрос. Никак. Так вышло, что Ольг, который я работал в последние дни, не совсем справедливо мне рассчитал, и я не получил эти деньги, на которые надеялся. И, собственно, их хватило только на билет в односторонное. Поэтому сейчас я займусь поиском работе. Если вам интересно, как это делается, продолжите смотреть. Свои задачи таковы, что мне нужно найти работу именно сегодня, именно с жильем, а еще лучше найти подработку или возможность пропитания. А еще немного неадекватен, потому что ехал полночи, полночи ходил с сумкой, с сузаком, и спал всего лишь два часа в очень интересном месте. Это вообще была комичная ситуация. Потом расскажу. В общем... Эй, привет, ребята! Ну что, в общем, я в Дыню снова. Люблю я в Дыню, что-то делать. Утром я снимал видео о том, как... как я попытаюсь найти работу за один день. Я был фактически уверен, что у меня все получится. И все было хорошо. Но, как оказалось, вакансии, объявления, которые есть в интернете, совсем не соответствуют действительности. Я сделал, наверное, около 30 или, может быть, больше звонков. Из них больше, чем половина, вообще тупо не ответили. Те, что ответили, у них либо не было той вакансии, на которую я звонил, которым было мне интересно, либо она была, но какие-то выяснялись нюансы, которые меня не устраивали. В итоге, я не смог сегодня туда устроиться, где... К тому же, как вы помните, у меня в кармане аж один злотый. И я не знаю, возможно, это мое последнее видео, потому что я сейчас еду в сторону вокзала, в сторону ломбарда, чтобы сдать камеру в турго в ломбард. Поэтому поэтому я не уверен, когда я сниму новые видео в ближайшее время или это будет не в ближайшее время. Короче, не так-то все просто, оказывается. Прозвонить, поговорить, найти что-нибудь вменяемое. Есть разнообразные вакансии, которые вообще никому не нужны. ну, как бы... На которые никто не хочет идти, я в том числе. Ну, я не представляю, как можно идти работать судовым изолировщиком, там, или там, блядь, ремонтировать корабли, там, где пескоструйка и вот это вот, там, где все в пыли. Даже легкие выплюнешь вообще на вторую неделю. Нахрена вообще это надо. Ну, то есть, как-то так. Да ладно же. Но, самое главное, что я не теряю оптимизм. Я не знаю, что будет дальше, честно. Но, это авантюра, приключения, и, я, может быть, даже, скажу громко, но это жизнь. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok